Приветствую вас! Мне бы хотелось начать с вопрос того, что так было не всегда. Не всегда ваш муж вёл себя так, как он ведёт сейчас. Не всегда ваш муж мстил вам, не всегда ваш муж вёл себя подобным образом, и не всегда вы были в таком напряжении. Это с чего-то началось. То есть это имеет какие-то основания, какие-то причины, это имеет какие-то формы, это имеет природу. Подобное поведение к вам, я имею в виду, подобное отношение к вам имеет природу. И мне кажется, что начинать нужно именно с этого. То есть вы в своём тексте начинаете с конца. Вы в своём тексте начинаете со следствий, но ничего не говорите о причинах. То, что с вами происходит сейчас, происходило не за один день и появилось не за один день. Но очень важно понять и разобраться в том, как так вышло, что вот вы оказались в этой ситуации. Совершенно очевидно, на мой взгляд, совершенно очевидно, что вы себя недооцениваете. Совершенно очевидно, что вы не цените себя, совершенно очевидно, что вы не любите себя. Совершенно очевидно, что вы не прислушиваетесь к себе. Совершенно очевидно, что вы, как бы, позволяете, значит, мужчине, твоему мужу, вести себя именно так. И у этого, то есть вот, у того, что вы так ведёте себя, есть причины. Нужно, конечно, разбираться в том, что это за причина. Нужно, конечно, смотреть, почему так происходит. Но, тем не менее, ключевой момент именно в этом, в том, что вы себя так поставили. И, конечно же, конечно же, вот именно там, где вы себя так поставили, и нужно корректировать ваше поведение. Ну, то есть, начиная именно с этого аспекта. С того, когда вы начали себя так позиционировать. Для чего и почему вы стали, грубо говоря, сдавать свои позиции. Для чего и почему вы стали по-другому себя вести. Для чего и почему вы позволяете мужчине так, ну, так общаться с собой. Для чего и почему вы считаете, что вы должны быть хорошей, что вы должны быть хорошей женой и так далее. Считаете ли вы, что ваш муж, да, ну, вот, ваш мужчина, который, с которым вы живёте, считаете ли вы, что он достоин того, чтобы... Ради него, для него, хотеть быть хорошей женой. И, конечно же, необходимо рассматривать ваши ценности, которые у вас есть, а также ваше поведение. Смотрите, вы пишите, я уже просто не знаю, кто я или что я, потому что вы не делаете ничего для себя. У меня двое детей и мне ужасно стыдно, что я дико устал с ними. Стыдно. Стыд это означает, что вы должны кому-то что-то, но вы должны. Ну, так или иначе, например, быть идеальной женой. Несмотря на то, что ваш муж, там, грубо говоря, над вами издевается, да, и мстит вам и так далее, и так далее, и так далее. Так может быть, вся ситуация связана именно с тем, что вы на протяжении всей своей жизни семейной нуждаетесь в том, чтобы быть хорошей женой. То есть стараетесь быть хорошей женой. Причем стараетесь быть хорошей женой любой ценой. Любой ценой. Любыми способами вы пытаетесь к этому стремиться. Любыми способами. Если это так, то для вас это очень важно. Возникает вопрос. Чем? Чем для вас это так важно? Почему для вас так важно быть хорошей женой? Может быть, это ваша основная ценность быть хорошей женой? А может быть, кроме этого у вас больше ничего нет? А может быть, вы боитесь остаться одна? Эти моменты, безусловно, нужно разбирать. Я постоянно взрываюсь, пишите вы. Взрыв – это подавление своих чувств, подавление своих желаний. Необходимо определить, когда вы встали на путь подавления своих желаний. Какая для вас выгода в том, что, ну, в том, что вы, может, встали на этот путь подавления своих желаний. Вот. Все это также нужно разбирать. То есть взрыв, что-то вы взрываетесь, это связано с тем, что вы свои эмоции подавляете. Просто не позволяйте им выражаться своим эмоциям, своим чувствам. Вы постоянно делаете что-то для других. Ну, вот. Так, по крайней мере, получается, исходя из того, что вы написали. Вот здесь. Вот. В тексте своем. Дальше на дедару в подушку, чтобы хоть немного снять напряжение. А напряжение из-за чего? Аноним. Ой, тут не аноним, а Ярослава. Из-за чего вы напряжены? Что вас не устраивает? Вы подумайте об этом. Подумайте об этом. Что конкретно, что конкретно вас не устраивает и почему? Ну вот, напряжение же оно откуда-то берется, напряжение же оно откуда-то взялось у вас. Оно же как-то сформируется. Да? Вот. То есть, мне кажется, что здесь также необходимо его изучать. Напряжение это. Не просто, вот, как вы представляете так, что, вот, опять же, да, как вы говорите, только о... уже о следствии. Но не говорите о причинах. И лично я думаю, что в этом есть скрытая выгода для вас. То есть, есть некая выгода в том, что вы не раскрываете причин. То есть, не объясняете, как вы оказались в, ну, вот, в этом положении. Дальше идем. Дальше идем. С мужем вообще не понимают, что у нас происходит. Он будет меня опять убрать, потому что хочет секса. И если я не в состоянии из-за бессонной ночи с детьми, он начинает мне мстить. То есть, ваш мужчина считает, что вы ему должны. Опять же, почему так? По какой причине? Ведь так было не всегда. Ведь когда-то было по-другому, верно? Ну, не с самого же начала такая история была. А если такая история была с самого начала, то вы по какой-то причине позволили ему это сделать. То есть, здесь самое главное выявить противоречие, которое есть у вас, между тем, что вы имеете, и тем, что вы хотите. Это принципиально важный момент, если вы хотите что-то исправить. Но, ситуация заключается в том, что вы не сформировали вопрос. То есть, вы не задали вопрос, а это значит, что вы либо не готовы к тому, чтобы реально решать проблему, либо вы настолько нуждаетесь в регрессии, настолько нуждаетесь в отдыхе и в позитивной поддержке, что даже не можете сформировать то, что вам нужно. Но всё это можно положить у психолога. Конечно, конечно. Вообще, надо сказать, что у вас явные проблемы с самооценкой, ну, потому что мужчина может позволить себе мстить, да? То есть, он знает, что вы, например, никуда не денетесь от него, он знает, например, что вы всё стерпите. И у меня к вам вопрос. А как так получилось, что мужчина уверен в том, что вы никуда не уйдёте, что вы никуда не денетесь? Как так вышло, что он настолько уверен в себе? Мне кажется, что это тоже очень важный момент, если вы хотите разобраться в том, что происходит. Если же ответить на ваш вопрос по поводу того, что происходит между вами и вашим мужем, я бы сказал так, что между вами происходит следующий важный момент. Между вами происходит то, что вы себя поставили совершенно ужасно. Вы показали ему, что вы не любите себя. Вы показали ему, что вы не цените себя. Вы показали ему, что вы готовы абсолютно всё, что угодно принять. Проглотить и так далее. Вы показали, грубо говоря, мужчине, что с вами так можно. Понимаете? Какая история. Ну и именно по этой причине, именно из-за этого и мужчина так себя ведёт. И именно это, именно это то, что между вами происходит. То есть, когда один партнёр позволяет другому всё, и это позитивно, позитивно подкрепляется, то есть, партнёр принимает поведение другого, то возникает такая вот проблематика, которая, к сожалению, сама по себе не исчезнет. Но ответственность за которую несёте в том числе и вы сами. Вы говорите, что он начинает не мстить, не подходит ко мне, не обнимает и не целует. А вы хотите, Ярослава, чтобы такой мужчина, такой муж, который к вам так относится, обнимал вас, целовал, подходил и так далее. Вы действительно хотите этого? Мать какая ссора. Дальше идём. Так, если я сама начинаю его соблазнять, он довольно ухмылко говорит, сейчас я не хочу, я вижу, что это мисс. Ну, правильно, вы позволили ему так себя вести. Сил больше нет, так жить, так он устал. Ну, соответственно, это тупик. Вы можете почитать про этот сценарий, он есть в интернете. Я пытаюсь быть хорошей женой и хорошей мамой. А для чего? Кто определяет, что есть хорошая жена и хорошая мама? Кто определяет? На кого вы ориентируетесь при подобном желании? Ну, меня постоянно, как котёнка, тыкают носом. А я, последняя дура, всё пытается, пытаюсь. А для чего пытаетесь? Понимаете, это не вас, как котёнка тыкают. Это вы позволяете себе, позволяете себя тыкать. Почему и для чего? Это уже другой вопрос. Это уже другой вопрос, который нужно разбирать. Так же, как и то, что вы пытаетесь. Это тоже определённый жизненный сценарий. То есть, вы ставите себе заведомо неисполнимые цели, которые вами в любом случае не будут достигнуты. Вы это знаете, но всё равно их пытаетесь достичь. Для чего? Чтобы, вероятно, себе доказать, что я всё равно не справлюсь. Я всё равно не смогу. Я всё равно не добьюсь того, чего хочу добиться. Понимаете, какая история? Вот. Он эмоционально меня уничтожает? Нет. Не он эмоционально уничтожает. Вы позволяете ему себя эмоционально уничтожать. То есть, нужна ответственность. Лично ответственность за то, что происходит. Когда пытаясь выяснить, в чём дело, говорит, что у меня нужно учить, отказала получить. Иногда жить не хочется. А кто позволил ему так довести с собой? Вы? Вы. Вот вы говорите, что иногда жить не хочется. Так может быть. Может быть. Дело всё в том, что вам изначально не очень сильно хотелось жить. И вы сейчас ищите оправдания для того, чтобы не жить. Кто знает? Но в любом случае это также нужно разбирать. Ярослава, я только догадываюсь, какую цель вы преследовали, публикуя платный вопрос. То есть, если захотели, если вы хотели пожаловаться, то в принципе вы пожаловались, но что дальше? А если вы хотите что-то менять, то нужно что-то менять. Это точно. Вот. Поэтому, думается мне, что здесь необходимо чёткое формирование целей. и запроса к психологу. Ибо без запроса это будет просто приглашение к игре. То есть, вы жалуетесь и приглашаете нас к тому, чтобы вас жалеть. Я не думаю, что это хорошая идея. Я не думаю, что это к чему-то хорошему приведёт. Вот. Мы определённо оказались в кризисной ситуации. Определённо. Это так. Вот. Это действительно правда. Но это можно исправить. Это можно подкорректировать. Для этого нужно приложить усилия. Поэтому ответите себе на вопрос. Что вы готовы сделать для того, чтобы ситуация изменилась? Как вы хотите ситуацию изменить? Насколько вы хотите ситуацию изменить? Готовы ли вы встречать сопротивление? Готовы ли вы меняться сами? Если да, выбирайте себе эксперта и начинаете работать. К сожалению, за один ответ здесь ситуацию не решить. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за просмотр! Продолжение следует...